В среду, 25 августа, по сложившейся доброй традиции, район чистовал своих лучших студентов-отличников. Торжественная церемония прошла в зале администрации района с участием министра образования и науки Республики Адыгея Анзаура Кирашева и главы Кашхабльского района Заура Хамирзова. На мероприятии присутствовали руководители образовательных учреждений, ну и, конечно же, виновники торжества. В этом году стипендия имени Тимбота Кирашева вручается уже в 28-й раз и получает ее 32 достойнейших выпускника школ района. По сложившейся доброй традиции в муниципальном образовании Кашхабльский район, сегодня мы чествуем на торжественной церемонии вручения стипендии имени знаменитого земляка, выдающегося основоположника адыгской литературы, лауреата государственной премии СССР Тимбота Магомеда Ильича Кирашева, лучших выпускников школ района, студентов-отличников высших учебных заведений Республики Адыгея, городов Москвы, Краснодара, Армавира, Ростова-на-Дону, Пензы, Сочи, Новочеркасска. Дорогие ребята, обращаюсь к вам сегодня. Если вы находитесь в этом зале, значит вы умеете трудиться, значит на вас можно положиться как на достойных представителей Кашхабльского района, готовых вершить великие дела во благо своего района, Республики и всей Великой России. Слово для приветствия было предоставлено почетному гостю, внуку Тимбота Кирашева, министру образования и науки Республики Адыгея Анзауру Кирашеву. Очень приятно всегда, уже несколько лет подряд я принимаю участие в роли министра в этом торжественном мероприятии, и всегда такое трепетное чувство, когда я захожу в этот зал, именно по этому случаю. Сегодня Республика и район по праву гордится каждым из вас, и я думаю, что и вы тоже горды тем, что сегодня в числе лучших представителей района, лучших представителей молодежи района присутствуйте на столь знаменательном мероприятии. И здесь даже дело не в той финансовой поддержке, которую дает эта стипендия, а, наверное, в том, что вы уже в столь молодом возрасте заслужили право называться лучшими представителями молодежи. Сегодня самое, наверное, главное в вашем возрасте – это овладеть хорошей, достойной профессией. Сегодня нашей Республике нужны представители всех профессий. Мы очень хотим, чтобы каждый из вас занял в дальнейшем достойное место в жизни, достойно представлял свою школу, свой населенный пункт, свой район, свою республику, если кто-то вдруг, что кажется, за пределами этой Республики, уже став взрослым человеком, определившись со своим местом работы. Очень хочется выразить слова благодарности родителям вашим, потому что в успехе каждого ребенка, несомненно, лежит в первую очередь основа – это воспитание, основа – это те чувства, которые были заложены, те основы, которые были заложены именно в семье. И мы горды этим. Вообще сегодня в системе образования уделяется очень большое внимание. Вот тоже ссылаюсь там, буквально там в понедельник был августовский педсовет, традиционно, на котором мы подводили определенные итоги, что было сделано за предыдущий учебный год, какие планы перед нами стоят уже в следующих годах. Планов у нас очень-очень много, но в основе реализации этих планов, несомненно, успех людей конкретных, которые делают всю эту работу. Сегодня президент Российской Федерации проводил заседание Государственного Совета по системе образования, где отдельным пунктом также было уделено внимание учителю. Потому что сегодня, не могу об этом не сказать, конечно, я понимаю, что не все из вас в будущем станут учителями, но для нас это очень важная профессия, потому что также основой общества, успеха общества является школа. Школа формирует личность, школа формирует успешность конкретного человека. И учитель, это, наверное, тот человек, на которого всегда хочется равняться. Поэтому очень хочется, чтобы труд учителя стал более престижным. Сегодня мы понимаем, насколько много зависит именно от педагога в школе, от учителя, не только в плане знаний, но и в плане развития личности каждого человека. И, наверное, за успехом каждого из вас также стоит труд ваших учителей, которых вот хочу тоже поблагодарить, вот своих коллег. Заур Аслабович, к вам персонально обратиться, поблагодарить вас за вот эту добрую традицию, уже не как министра, а как внук Тимбота Магомедовича Кирашева, который на самом деле был кровью плоть своего района, своего аула, своего народа. И вот эту любовь он на протяжении всей своей жизни нес. Мне посчастливилось, я был свидетелем всего этого, но еще, конечно, в юном возрасте. И много раз, перечитывая в разном возрасте его произведения, все равно всегда находил для себя какие-то новые вещи, переосмысливал. И, наверное, так и должно быть. Хочу поблагодарить жителей аула за ту память, искреннюю память, искреннее внимание к памяти Тимбота Магомедовича, к тому, как его здесь чтят, какое внимание ему оказывают. Поэтому спасибо большое за это отдельно. Ну а каждому из вас, конечно, хочу пожелать удачи. Большой-большой удачи не только в учебе, но и вообще в дальнейшем жизни, в самоопределении, чтобы вот те профессии, которые вы для себя выбрали, они стали на самом деле для каждого из вас делом всей вашей жизни. Поэтому уверен, что вот в дальнейшем у каждого из вас все будет хорошо, все будет замечательно. Глава района Заурха Мирзов, в свою очередь, пожелал молодым людям не останавливаться на достигнутом и покорять новые высоты. Я действительно вас всех очень рад видеть. Я к этому мероприятию, к Кирашевской стипендии, отношусь очень крепко, потому что действительно Тимбот Кирашев не только основоположник адыгейской литературы, но он тот сентанин, на котором держится вся наша духовность. И являясь стипендиатрами Кирашевской стипендии, это налагает на вас всех особый отпечаток. Вы все представляете не только Кирашевской район, вы все представляете Республику Адыгея, где бы вы ни учились. И именно по тому, как вы учитесь, именно по тому, как вы себя ведете, какое участие в общественной жизни вы принимаете, судят по целому субъекту, по целому региону. И вот, глядя на вас, в первое сердце радуется, сама душа радуется, вам можно гордиться. Нам действительно нужны грамотные специалисты практически во всех сферах. И вот, смотря на вас, я надеюсь, что многие из вас вернутся в родной район, и вы будете именно здесь начинать свою карьеру. Поэтому все зависит от вас, все в ваших путах. А мы рядом всегда готовы помочь, и это истинные слова. Поэтому сегодня я хотел бы поблагодарить вас всех за то, что вы есть, за то, что вы высоко держите марку Кашкабрского района, Республики Адыгея. Вы всегда оставайтесь такими, как есть. Хотел бы поблагодарить вас всех, пожелать вам всем крепкого здоровья, вашим родителям, всем старшим. Ну, естественно, большое спасибо педагогам. Кашкабрский район довольно активное участие принимает во всех муниципальных программах. В частности, вот в этом году у нас на выходе четырех школ по точке роста. Очень замечательная программа, которая в прошлом году была реализована в двух школах, и ГУРХ и Майском, в этом году четыре школы. Я надеюсь, в ближайшее время все школы будут принимать участие. В этом году мы заканчиваем ремонт всех спортзалов в Кашкабрском районе. Вот Качмезиевская и Майская школы уже, они практически готовы. Полностью стопроцентный ремонт мы завершили. Подготовили проекты по капитальной группе двух школ. В следующем году мы хотим в Кашкабрском районе построить пристройку и новый спортзал. И так далее, и так далее. Изменения, они есть. Возможно, их на глаз не очень не видно, но они есть. Именно и по оборудованию. И самая главная проблема, конечно, это кадровая проблема, именно по педагогическим кадрам. Поэтому я вот призываю многих из вас пойти в педагогическое вузы. Понятно, да, зарплата не самая высокая, труд не самый легкий. Но для карьерного роста, для того, чтобы для саморазвития, это очень хорошая специальность, если вы хотите расти. Поэтому еще раз будьте счастливы, активны, здоровы и не забывайте свой родной район. Продолжая мероприятие, начальник управления образования Ася Дберзегова отметила, что в зале присутствуют дети, для которых студенты-отличники являются примером для подражания. И предоставила им слово. С заботой, дорогим стипендиантам, мы собрались удачи пожелать. Пускай учеба помогает вам высот желания в жизни достигать. Желаем вам отличных результатов. Пусть стешат вас учебные свершения, пусть радуют победные решения. И за старания придут награды. Пускай же знания вам радуются и ждут, и для успехов новых сил дадут. С праздником, пасторогие! Мир перед вами открыт в жизни такие моменты. Веришь, на память храним. С тесью сдали отлично, знания не всех покорив. Лучшими стали из лучших, верность в сердцах сохранив. Радость пусть будет учеба, жизнь будет яркой всегда. Пусть искала дознавения, мира, удачи, добра. Церемонию вручения провели Анзаур Кирашев и Заур Хамирзов. Как выше отметили, кирашевской стипендии были удостойны 32 студента. Семеро из них впервые ее получает, остальные 25 – все годы обучения. Первый раз эту выплату получили в 1993 году. Это были 130 учащихся в высших учебных заведениях. Далее слово было предоставлено представителю родительской общественности Азамату Хасанову. Спасибо большое за приглашение на столь знаменательное мероприятие. Знаменательное, как по своей сути, знаменательное для каждого студента, их родителей, а также и всего района, я считаю. Считаю, что для каждого студента присутствие на данном мероприятии – это большая гордость и честь. Быть отмеченным, а также награжденным стипендией имени великого адыгского писателя-просветителя Тибота Киратова – это дорогого стоит. Обращаясь от имени родителей к руководству района, хочу сказать большое спасибо за то, что на столь высоком уровне вы ответили труд наших детей. Обращаясь к студентам, хочу пожелать им, чтобы они в дальнейшем прославляли свой родной район, свою родную республику. А руководству района хочу пожелать, чтобы они имели возможность еще в дальнейшем долгие-долгие годы гордиться подрастающим поколением своего хашкабельского района, их результатами и достижениями. С ответным словом выступила студентка факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета Джанета Кубова. Я рада вас всех приветствовать в этот знаменательный день. Сегодня мы получили стипендию имени нашего знаменитого земляка Тимбота Магомедовича Киратова. Это значимое для нас событие. Поэтому особенно приятно, что наши достижения не остаются без внимания руководством нашего района. И хотелось бы выразить от имени всех студентов благодарность огромную. И, конечно же, хочется поблагодарить и всех тех, кто создал все условия для получения данной стипендии. Спасибо нашим родителям за доброту и заботу. Спасибо нашим учителям за их нелегкий труд, за внимание и любовь к нам. Со своей стороны мы обещаем продолжить учиться на отлично, расти и развиваться. Традиция вручения стипендии имени Тимбота Кирашева сегодня закрывает одну страницу церемоний и открывает новую, 29-ю. И пусть пополнятся ваши ряды. А вас, ребята, кто сегодня присутствует, мы также готовы честовать на 29-й церемонии вручения стипендии имени Тимбота Кирашева. Пусть день замечательный этот запомнится вам навсегда. Пусть верной ступенькой к победе он будет, ребята, всегда. Пусть рядом шагает удача, надежными будут друзья. Пусть жизни решится задача, пусть вертится к счастью земля. Завершилась торжественная церемония вручения стипендий имени великого писателя возложением цветов к его памятнику в Центральном парке Аулака Шхабль и совместным фото на память.